Здравствуйте, дорогие друзья! Снова я, Бен, и Катя едет, и Брайан там сзади сидит. Отвезем, в общем, Брайана, как я и сказал во время стрима, отвезем Брайана домой, а потом поедем с Катей на разведку, пойдем прошвырнемся по торговому центру, как я сказал, самый большой торговый центр в провинции Квебек. Посмотрим, как он сейчас выглядит, что там происходит после долгого перерыва, коронавирусного, вынужденного. Глянем, какая обстановка. Я не имею ни малейшего понятия, что там происходит. Закрыты магазины, открыты, сколько там скидка процентов, насколько много людей. Самому интересно. Оставайтесь на нашем канале. Я уверен, что будет познавательно и интересно. Заговорились с Катей. Катя будет снимать. Обещаю снимать не панель. Да, смотри, на экран куда-то это. В общем, мы подъезжаем. Это Лаваль, это рядом с Монреалем, с севернее. В общем-то, это, по сути, так скажем, территория Большого Монреаля. Но просто все, что за пределами реки, это уже, считай, имеет другие города, название города. Рона и вот это вот так далее. Вот это все огромный торговый центр. Это единый комплекс. Тут и рестораны есть. Рестораны, это единый комплекс. Как мы сказали, это самый большой в провинции Кребек. Ну, машины есть. Вот мы вот сейчас так вот объедем по шоссе. Ну, не весь вокруг, но тем не менее. Ну, да. Я бы сказал, что дофига машин. Да, парковка практически заполнена. Вот это все, 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 все. Один торговый комплекс. Сейчас глянем, как там дела обстоят. Машин полно. Но гостиница Шератон, это уже не относится. Она просто, да, рядом здесь. Ну, сейчас... Нет, и на этой полосе остались. Вот это тоже парковка. Саймонс. Известный магазин в Канаде, особенно вот в Кребеке. Саймонс. Местные. Местная компания с офисом в Кребеке. Сегодня Катя будет экскрсоводом. Потому что Катя тут вообще в курсе всего. Это любая женщина. Катя, я, например, вообще не очень, как бы... А Катя тут ориентируется. Ну, дело все было так, что... Так, ну ты уже вперед, святый. Да, дело все было в том, что... Когда я... Туда чуть-чуть. Я разговариваю, да. Камерой крути, ты оператор тоже. Я разговариваю. Все, отобрали у Кати. Все. Отобрали у Кати камеру. Я ничего больше не скажу. Давай, говори. Нет, я не буду ничего говорить. Нет, не буду. Говори слово. Нет, не буду. Говори слово. Нет, все, я говорила, говорила. Ты мне не говоришь. Нет, не буду. Вот так и живем. Да, что? вот так и живем я и слова на мне два я едва на 10 комментируй сам я же в этом не разбираюсь это твоя вотчина разговаривать человек который в этом разбирает так я наоборот тебе дал слово я прорекламировал что выступает заслуженный заслуженный шоппер канады так где нам стать шоппер шоппер где нам стать где-то нам кстати написали что что не надо словами нехорошими потому что шоппер я я это каюсь это не я каюсь мы считаем где-то все ты поворот налево поворот направо но как видите машин много значит люди не так боятся коронавируса как раньше о не вот ты и моё за езжалась что там не да я полно видела парковки на той стороне давай мутики очень мне нравится мультика ну вот карфу лаваль катя мотоцикл хочет да у меня вот почему-то все время мне нравилось это тема ну что ты будешь крути тут парковка что я буду крутить в общем сейчас найдем парковку так что-то там подожди там парнишка не парном парнишка какой-то садится ну куда оттуда семьи ты не семьянин как яшу не давай туда дуй тут семья на него там дети для детей и колясочников я колясочников а вот черный парень он приехал только они приехали вот там была парковка по моему было вот она а нет уже уже проморгали шум писает ё-моё смысле писает да стоит и писает да ладно да я тебя варю да ладно да я тебя варю кошмар как это он писает вот так все вот здесь хонда выезжает вон или мы рядом девушка стоял и писал на парковке чем мы такое пропустили так ты давай паркусь и водила 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 от бога идем короче я я уже в маске маска новая ни разу не одеванная ухи аж ухи оттопыриваются но мы потом прокомментируем что мы тут увидим не знаю ну давай не будем а не будем катя саботировала поход в масках сказала что лучше без масок в общем будем будем идти без масок а чё я без маски но у меня ушат уши болят так что у нас тут 70 процентов скидки вон магазин zara который по всему миру хоз вот это тоже это немецкая компания наркейн да а он положите зонтики были связали Субтитры делал DimaTorzok Смотри, дофига народа. Куда пойдем? Мы пойдем туда. Там написано соблюдайте 2 метра дистанции. И никто здесь ничего не соблюдает. Надо клюшку между собой держать. Держи меня. Не, ну я между прочим поражен. Людей гораздо больше, чем я думал. Все так изголодались, чтобы куда-то выйти. Значит, не все так плохо. Не все так плохо. Ну здесь всегда было много людей. Всегда. Это самый большой торговый центр. Самый популярный. Есть и другие торговые центры. В том числе и тот. Посмотри, сколько закрытых. Ну закрыто, но... Нет, это значит обанкротились. Ну да, но не все. Ну правда, вот это вот 70% скидка, это, конечно, не говорит. Но это не означает, что это на все. Это говорит... А, ну расскажи, как это. Здесь написано, что... Есть такие предметы, у которых скидка не на все, а на некоторые вещи. А вон Victoria's Secret. Она закрыта, кстати. Странно. Они еще не сделали открытие. Ты думаешь, они откроются? Да, они откроются. Видите, правда, ничем это... Местные торговые центры не отличаются от ваших. Ну это средний такой, по ценам. Он не считается какой-то люксовый. Ну да. А люксовый мы же проезжали мимо него. Он был закрыт. Ты думаешь, он открылся сейчас? Ну да, но там очередь туда езжу, стоять. В Dolce & Gabbana очередь. В Dolce & Gabbana очередь? Да. Смотри, опять моя плитка вышит. Сколько ей лет, дизайн тот же самый. Смотри, название Видра. Вот как Видра. Смотри, наверху. Да вижу Видра. Видра. Появились какие-то новые магазины, которых я даже не видела. Надо бы, надо бы какую-то одежду показать. Смотри, сколько людей. Что такое? Это лучший магазин спортивной одежды Lululemon. Это канадская компания, которая... Правильно, поддерживаем отечественного производителя. Которая из Ванкувера. Прям как в Мавзолей. И в этот... Банановая республика. Apple магазин. В Apple все соскучились по телефонам. Да. Может, у кого-то проблемы с телефоном. Browns. Browns это магазин обуви. Сеть. Каждый в городе Канада есть, наверное. Но обувь здесь в основном некрасивая. Мне не нравится здесь обувь. И вообще выбор обуви здесь очень скудный. Это так, для девочек. Ты не соблюдаешь дистанцию, давай походи. Снимай, снимай. Куда? Вот сюда, мы обходим. О, тяжело в этой маске дышать. О, тяжело в этой маске дышать. О, тяжело в этой маске дышать. Интересная марка, тоже Michael Kors. Да. Очередь тоже не уйдет. Кафе Starbucks очередь. Starbucks очередь. Вообще, очень люди, потому что люди, наверное, здесь скидки все-таки есть. И люди хотят что-то закупить. Со скидочкой. Вообще никакой социальной дистанции. Ну и правильно. Не, ну они отодвинуты, но все равно дальше. Не. Вот это, Руджи, это тоже канадская. Да, это известная канадская фирма, которая использует логотипы на своих вещах, как флаг Канады или там Бобер, очень известный фирм. Все теперь покупают все онлайн, магазинных онлайн, интернет-магазин. Здесь можно питаться. Питательная, да. Питательная зона. Питательная. Все что-то хотят покушать, попить. Но стулья убрали, смотри, стульев меньше. Столы рассеяли. Наши любимые мороженые. Вот это тут. Все время чего-нибудь покупали. Они съестли нам по мороженке? Решили все-таки сесть по мороженому. Мы решили сесть по мороженому. Я Кате спрашиваю, Катя, говорю, а что ты маску сняла? Мне сразу напомнило это, как в мультике про пятачка. Надо сделать молнию здесь. Молния. Катя. Я уже придумываю дизайнерские идеи у меня в голове. Правильно. Правильно. Дизайнерские идеи. Это у нас в крови. Ладно. В общем, такая вот зона. Мы решили перекусить. Вот сидим мы здесь. Сейчас с Катей покушали мороженое. И смотрим на людей. Вот стоят группа ребят. Чернокожие. Вон там еще сидят. Я как раз Кате говорю о том, что вот посмотри, стоят люди. Насколько они сильно отличаются от американцев. Ну просто как небо и земля. Те люди, которые меня смотрят, посмотрите, которые из Америки меня смотрят, посмотрите. Обычные нормальные ребята. Черные. Ничем не показывающие никакую агрессию. Никакого вот Yo, man. Нету. Обычные нормальные. Вон идут арабы. Проходят китайцы. Азиаты я имею ввиду. Ну вон, вон как раз азиаты. Я не знаю, они филиппинцы, они китайцы, кто. Честно говоря, ну я не так же, как и вы все, я не очень могу различить их. Вот. Но обычные все равные люди. Понимаете? Обычные равные люди. И нет никакого различия. И нет никакой агрессии друг к другу. Вот эти вот ребята, которые стоят вот сейчас перед вами, ходят в школу, учатся, получают образование. У них в голове что-то есть. Может даже и образование, конечно, не самое лучшее. Мы это как бы с вами обсуждали, оно отличающееся от того, что ну я как бы к чему я привык, как я учился в детстве, в моем детстве, в советское время. Но это образование лучше американского. Понимаете? Это образование все равно воспитывает человека и дает, ну, мозги какие-то уважение человека и к себе, и к окружающим. Понимаете? Вот в чем отличие между Америкой и Канадой. Вот посмотрите, как я могу ненавидеть вот этих ребят. Вот идут пара, идет пара, два чернокожих человека. Как я могу к ним плохо относиться? Да никак. Потому что они ничем не отличаются от меня. Ничем. А вот это идут, наверное, какие-то, ну, я не знаю, может итальянцы, греки какие-то. Кать, кто это, как ты думаешь? Нет, это какие-то арабы. А может и арабы, может какие-нибудь ливанцы. Как я могу к ним плохо относиться? Да никак. Так же точно и они ко мне. И вот это основное отличие Канады от Америки. И в первый раз, когда я переехал границу, пересек границу, и когда я попал в Америку, меня прямо резануло глаз, вот это наблюдение резануло. Вот и все. Дай бог, чтобы так это и оставалось. Вот, вот люди, подошли азиаты, обычные, нормальные, спросили, можно ли здесь сесть? Как я могу к ним плохо относиться? Никак. Ну, в общем, такие вот дела. Мысли вслух. Мысли вслух, да. Да. Что? Ты что-то увидела? Я всегда что-нибудь да убежу. Да. Катя, коронавирус везде. Ни на что не обращай внимания. Вообще ни на что. Лего. Магазины Лего. Это Навальнятовский магазин с утятами. Спорт-эксперт. Магазин спортивный. Огромный магазин спортивной одежды. Это тоже кукол. Не только одежды. Там можно купить и сноуборды, и лыжи, и коньки, и клюшки. В общем, все. Вот так вот, американцы. У нас обстоят дела в торговых центрах. А у вас? А, вон, смотри. Манекены с масками. Видишь? Да. Новый тренд. Маски. Маски везде. Маски такие, маски сякие. Сейчас на масках можно подняться. Так, ты так води нас, Катя, чтобы мы по одному месту не проходили. Нет, мы идем по всем разным местам. А, это видите, это все разные. И Катя здесь ориентируется. А, вон там вот магазин Орли. Магазин Бриллиантов. Бриллиантов. Кенту моему принадлежащий. Кому? Кенту. Кенту? Товарищу. Кастрюльку у тебя купить? Кстати, да, этот магазин закрываться будет. Можно посмотреть кастрюльку, может у них хорошие деньги. Ну ладно, мы... Чугунную. Из чугуня? Я хочу давно на чугунную. Вот 70%. Снимаем для истории, что творилось в Канаде после пандемии. Наши съемки потом будут использовать в качестве хроники через 200 лет. Все может быть. Все может быть. Куда теперь? Сюда? Да, но мы вернемся как бы в другое место. А что там? А там тупик дальше. Тупик. Первый тупик коммунизма. Идем сюда. Ну, в общем-то, в принципе, все, да? Ну, мы еще не сделали... А, по той стороне мы прошли, здесь мы прошли, мы на одну сторону только так упустили. Чего мы пропустили? Ну, потому что нам или здесь пройти, или по параллельной, как говорится улице. Ну, тогда пойдем еще раз пройдем. Конфетки. Конфетки. Конфетки закрыты, конфетки не открылись. Печалька. Да. Известный магазин тоже, он у вас есть. И чины. Сюда. Везде каждый магазин. В общем, везде есть дезинфекшн. Чтоб нигде никто ничего. Чтоб ни один микроб. Чтоб ни один микроб не пробрался. А, вот это вот зонтики. Тут мы уже входили. А вон, дорогущие часы. Все. Кирдык. Это компания Беркс, это канадские бриллианты. Да, там... Компания канадская, которая продает ювелирные украшения из канадских бриллиантов. Это известная очень старая компания. Но пока что они запрыгнуты. Скидки нету. Скидок 70% на бриллианты? Нет. Нету. А вот, смотрите. Давайте мишек поснимаем. Смотри, какие мишки. Вот тут это мне нравится. Здесь каждое лето меняют. Да, здесь все время что-то разное. Птицы живые как были. Какие мишки? Ну, вон, скала. Панда. Ну, панда это и есть мишка. Красиво, да. Панда это и есть мишка. Мило. Ну, ты тут зайди, а я посмотрю. Девочки любят туфельки. Ладно, пошла, Катя, туфельки смотреть. Вот так вот. Ладно, я пока сделаю паузу. Или Миша к вам показать. Оазис. Красиво. Ну, что, Катя? Ужас. Что ты хочешь? Ничего не хочу. Ничего не хочешь? Страх. Страх? Страх, да. Почему страх? Не снимаю. Да, я не снимаю. Мы делаем вообще рекламу, а они все должны заплатить. Да. Мы потом всем отправим счет. Хорошо. Все непременно. Да, значит, мы прошли по одной стороны. Теперь идем по другой. Но здесь мы прошли уже. Ну, ладно, ребят. Я не хочу сильно затягивать. Давайте я развернусь. Мы не хотим сильно затягивать данный репортаж. В общем, я надеюсь, вам было интересно посмотреть, как обстоят дела в канадском большом магазине после коронавируса. Ну, в принципе, на мой взгляд, совсем неплохо дела обстоят. Обсуждайте данную тему с уважением к вам. Бен и Катя. Спасибо. 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 Спасибо.